Друзья мои, какая радость жить с Богом. Служить Ему — это привилегия и большая честь. Когда Бог действует в нашей жизни. Меня больше всего очаровывает, когда я вижу, как Бог касается жизни людей. Моя тема для вас сегодня в нескольких словах называется так. Позвольте Богу прикоснуться к вам. Бог невидим, Он нас спасает, дает нам веру. Но Он также хочет касаться наших жизней каждый день. Чтобы объяснить эту идею, я собираюсь использовать текст из книги пророка Иезекииля. В Слове Божьем среди всех книг есть книга пророка Иезекииля, в конце которой сам пророк получает откровение о том, каково будет присутствие Божие среди своего народа в Израиле. Бог дает пророку очень необычный образ. И этот образ следующий. Бог показывает дом, который на самом деле является храмом в Израиле, в Иерусалиме. Храм сравнивается с домом, из дверей которого выходит река и течет на засушливую землю Иудеи. Вода спускается все ниже и протекает по районам, не просто пустынным, но совершенно мертвым. Река исходит из этого дома от престола Бога и его лица. Река течет и впадает в мертвое море. Мы считаем, что земля по течению этой реки расцветает и само мертвое море оживает. На берегах реки возникает невероятная жизненная сила и распространяется во все стороны. Позвольте я зачитаю вам небольшой отрывок из 47 главы. Там Иезекииль стоит на берегу реки, а некто собирается показать ему, как можно позволить дыханию Божьему прикоснуться к себе. Это река, это река Божьего Духа. Действия Духа часто сравнивают с течением потока. Иезекииль понемногу входит в этот поток. Я прочитаю вам несколько стихов из 47 главы. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежала плыть. А переходить нельзя было этот поток. Этот человек последовательно измеряет каждый раз определенное расстояние. на которое Иезекииль должен войти в реку, и потом что-то происходит. В первую очередь вода касается его ног. Что мы можем понять из этого образа, этого откровения? В первую очередь ноги символизируют наш жизненный путь, наше шествие с Богом, вдохновляемое Святым Духом. Бог сам направляет течение нашей жизни, руководит ею. Как я уже говорил в других передачах, Бог любит вести нас. Но есть люди, которые хотят быть ведомыми Богом, но в некоторых случаях они говорят себе, «Бог меня сюда привел, это хорошо, и этого достаточно. Я больше не хочу, чтобы меня трогали. Я согласен, чтобы Бог вел меня в правильном направлении, ко благу, благоденствию, счастью, и этого мне достаточно». Человек видений Иезекииля отмеряет еще тысячу локтей и говорит, «Зайди еще глубже в воду и посмотрим, что произойдет». Пророку недостаточно просто намочить ноги. Он ведом Духом Святым. Он хочет видеть и испытать больше. Он заходит в воду по колено, что символизирует молитвенную жизнь. А для полноценной молитвенной жизни обязательно нужно прикосновение от Господа. Вы знаете, что истинная молитва вдохновлена Святым Духом, Божьим присутствием и Его силой. Молитва не должна быть некой формальностью, привычкой или обрядом. Это разговор с Богом, в котором общение идет в обе стороны. Мы получаем от Бога и обращаемся к Нему. Нам нужна эта словесная форма выражения своих мыслей и переживаний. А когда не хватает слов, мы можем молиться Духом Святым, воздыханиями неизреченными. Это возможно, когда мы заходим глубже в Дух Божий. Отмеряется еще тысяча локтей. Теперь вода доходит пророку до поясницы. А что это символизирует? Пояс и чресло представляют наши собственные силы. «Позвольте Богу прикоснуться к вашей человеческой силе». Нам нужно понять, что наши собственные силы должны быть подчинены силе Святого Духа. Нам нужно дать место для Духа жизни, чтобы идти Духом, а не нашими силами. Многие христиане сейчас разочарованы и ослаблены, потому что они пытаются полагаться только на свои силы во всех вопросах. А вы позвольте силе Божией вести вас. Затем муж Божий отмеряет еще тысячу локтей. Вода поднимается все выше и выше. И в какой-то момент Иезекиилю приходится уже плыть. Я помню, когда я учился плавать. Я не люблю воду и отношусь к идее плавания с подозрительностью. Но потом я увидел, как другие люди плавают легко и с удовольствием, позволяя воде нести себя. Я понял, что это вода их несет, но я не совсем понимал, как мне это использовать. Я делал быстрые отрывистые движения, быстро устал, никуда не продвинулся и совсем не получил удовольствия от плавания. В определенный момент, когда вы с трудом плывете вперед, происходит радикальная перемена. Вы чувствуете, что можете довериться воде и позволяете ей нести себя. Вам нужно полностью поверить, что поток Духа Святого несет вас. Река Божьей силы и любви не даст вам утонуть. На самом деле, это не вы несете Бога, а Бог несет вас. Это не вы держите свою веру, а наоборот, вера держит вас. Не вы придерживаетесь религии и традиций, а ваша вера и любовь Божья вас держат. Они являются двигателем вашей жизни и ведут к Божьей воле, к Божьему присутствию. Друзья, а закончить я хотел бы вот на такой ноте. Позвольте Богу касаться всех сфер вашей жизни. Пусть вся ваша жизнь будет подчинена Господу. Плывите с потоком Духа Святого. Пусть в вас будет желание и жажда быть в этом потоке. Пусть из вашего сердца потекут реки воды живой. Это мое пожелание и молитва за вас сегодня. Субтитры подогнал «Симон»!